Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Свет в конце тоннеля. В Самаре завершается сооружение коллектора Волжского склона. Ему сверху видно все. В Самаре запустили беспилотник, который будет отслеживать несанкционированный выброс мусора. На самарских остановках будет звучать информация о подъехавшем транспорте. В областном правительстве решали, как сделать перемещение инвалидов по городу комфортнее. Дома и стены помогают. Перед выступлением в Кремле Волжский народный хор провел генеральную репетицию. Японская борьба с латиноамериканским колоритом. Бразильское джиу-джитсу пришло в Самару. Показался свет в конце тоннеля. В Самаре к завершающему этапу приступили строители коллектора Волжского склона. От советской армии до лесной потянется более 4,5 километров новой трубы для отвода стоков. Работы ведутся закрытым и открытым способом. Как прокладывают трубу, одно из первых увидела Марианна Мирная. 35 единиц техники на отрезке протяженностью больше 4,5 километров. С прошлого апреля от советской армии до лесной работы ведутся двумя способами – закрытым и открытым. Большая часть коллектора, почти 4 километра, скрыты под землей. Здесь же применили другую технологию. Открытым способом из 600 метров выполнено почти 200. То есть сами цифры говорят за себя, мы уже на финишной прямой. Основные трудоемкие работы мы закончим в апреле месяце. Далее наступает этап так называемый предэксплуатационный подготовки разрешительной документации, сдача объекта в эксплуатацию, пусконалодочные работы. Объект все-таки непростой. Напомню, что объект обслуживает не только мероприятия, связанные с чемпионатом мира и сам стадион, но и в значительной мере разгружает те проблемы, которые сегодня есть в этой части города. Дублирующий коллектор Волжского склона будет соединен с коммуникациями территории радиоцентра, где сегодня идет строительство стадиона и других спортивных объектов. После завершения монтажа проведут испытания и только после этого засыпят котлован. На случай возможных аварий в дальнейшем на протяженности всего участка подготовлены контрольные точки. Для эксплуатации объекта предусмотрено 48 смотровых и эксплуатационных колодцев и камер. То есть каждый участок, чтобы вы понимали, 4600 метров с определенной частотой стоят эти колодцы. В случае, если происходит какая-то аварийная ситуация, бригада выезжает, производит пусконаладочные ремонтные работы и дальше система работает в полном объекте. На сегодняшний день работа выполнена на 75%. Изготовлен новый коллектор с использованием стеклопластиковых труб, что позволит обеспечить бесперебойную работу в течение 70 лет. Новый современный коллектор по проекту должен начать свою работу в сентябре. Но подрядчики уверяют, что произойдет это гораздо раньше, уже в мае запустят его в работу. При этом у старого коллектора, построенного 40 лет назад, есть впереди еще 10 лет для работы. Так что во время чемпионата мира по футболу 2018 года с нагрузкой они будут справляться вместе. Мариана Мирная, Василий Колдашов, События. Им сверху видно все, ты так и знаешь. Городские власти начали охоту с воздуха на недобросовестных водителей грузовиков. Которые сваливают мусор, образуя стихийные свалки. К борьбе за чистоту подключились правоохранители и современные технологии. Беспилотный летательный аппарат наблюдает за происходящим с высоты птичьего полета. Мгновенно сообщает специалистам, где именно ловить нарушителя. На пробном запуске беспилотника побывала Марина Матвейшина. Норма, отработал. Норма. Готов. Готов. Проверка. Норма, правильно. Беспилотный летательный аппарат готовит к запуску. Сегодня ему впервые предстоит выслеживать нарушителей чистоты и порядка. Грузовики, которые выгружают кучу мусора, где придется. Образуя тем самым несанкционированные свалки. Запускают беспилотник со специальной катапультой. Она работает по принципу рогатки. Три, два, один, старт. Беспилотный аппарат может летать в воздухе без перерыва два с половиной часа. Рабочая высота от 350 метров. Но даже при такой низкой высоте заметить земли его практически невозможно. Зато сам аппарат видит и фиксирует все. Беспилотник способен передавать видеонаблюдение в режиме реального времени. От него не скрыться даже под покровом ночи. Встроенный тепловизор снимает и в темноте. Внимание, высоту набрал 350 метров. Ухожу на точку работы. Принял, обождаю тебя. Беспилотник работает в радиусе 50 километров. И выгрузка отходов, незамеченный, не пройдет. Данные правонарушения мы фиксируем с воздуха. Далее осуществляем воздушное наблюдение. Ведем наблюдаемый объект до места задержания. Пока беспилотник ведет нарушителя с воздуха, на земле его уже поджидают силовики и сотрудники департамента благоустройства и экологии. Это не безнаказанно. Поэтому одним штрафом он не отделается. Мы также рассчитываем ущерб, нанесенный окружающей среде, почве, который предъявляем правонарушительным. Пока это первый опыт борьбы с несанкционированными свалками с помощью современных технологий. Но в планах ввести такую практику на постоянной основе. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с членом Президиума ЦК КПРФ Валентином Романовым и первым секретарем обкома КПРФ, заместителем председателя Самарской губернской думы Алексеем Лескиным. Глава региона подчеркнул, что перед органами исполнительной и законодательной власти стоит общая задача улучшить все сферы жизни людей и консолидировать основные политические силы региона в интересах Самарской области и ее жителей. Участники встречи сошлись во мнении, что по базовым вопросам развития региона между областным правительством и КПРФ необходимо более тесное взаимодействие. Доступная дорога, насколько общественный транспорт в регионе соответствует требованиям для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, обсуждали на специальной комиссии в областном правительстве. Лишь в трех городах региона, Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске, есть современный низкопольный транспорт. И это только муниципальные маршруты. Коммерческие перевозчики стать доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья не спешат. Хотя ситуация меняется. Особенно заметно это в Самаре. Во многом созданию безбарьерной среды способствует и подготовка к Чемпионату мира по футболу. Как именно узнал наш корреспондент. 43 автобуса, 20 трамваев и столько же троллейбусов с откидными аппарелями, тактильными направляющими, поручнями и средствами оповещения. Столько машин, удобных для инвалидов, приобрели в Самаре только в прошлом году. Сегодня половина всего муниципального общественного транспорта оснащена необходимым оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. И эта цифра должна расти. Так уже этим летом пополнится трамвайный парк города. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по финансовой аренде. То есть это в рамках лизинга программы. Приобретение 10 трехсекционных низкопольных трамвайных вагонов для нужд городского округа Самар с поставкой в первом полугодии 2017 года. В июне месяце мы эти трамваи уже трехсекционные получим. Как сделать дорогу еще более комфортной для инвалидов, решали на заседании специальной комиссии при губернаторе Самарской области. Прорабатывается вопрос создания специальных остановок со звуковым и визуальным оповещением о том, транспорт какого маршрута подходит к остановке. По всем правилам доступности с тактильной плиткой строят и ремонтируют дороги. Так после реконструкции на московском шоссе появится больше трехсот переходов, полностью оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предлагаю сконцентрироваться все-таки на ходе подготовки к чемпионату мира по футболу. И учесть как можно больше проблем и вопросов, которые можно было бы просто одновременно, проводя реконструкцию, решать. Доступный общественный транспорт – это возможность инвалидам добраться до работы. Трудоустройству и профессиональному обучению этой категории жителей особое внимание. Возможность получить образование есть, но список доступных профессий не так широк. И не все они востребованы на рынке труда. Одна из главных задач сегодня – переориентировать образовательные учреждения на подготовку инвалидов по актуальным сегодня специальностям. Лариса Шлафаст, Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Насколько управляющие компании Самары готовы к генеральной уборке, начнут проверять с 15 марта. Месячник по благоустройству стартует 1 апреля. К этому времени вся техника, люди и необходимый инвентарь должны быть готовы. Такое поручение дал первый заместитель главы города Владимир Василенко. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии управляющим компаниям и районным администрациям поручено обратить особое внимание на уборку появившегося из-под снега мусора уже сейчас. Также нужно активнее убирать лед во дворах и особое внимание обратить на крыши. В период оттепеля оставшийся снег и налить могут стать причиной ЧП. Уровень безработицы в Самарской области снижается и сейчас составляет 3,7%, что ниже среднего показателя по России, сообщает пресс-служба областного правительства. Сколько сейчас в области безработных, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня чуть подорожала после резкого падения. За один баррель марки Brent дают 51 доллар 50 центов. Валюта дешевеет. Курс на 15 марта – доллар 58 рублей 95 копеек, евро 62 рубля 74 копейки. Золото стоит 2296 рублей, серебро – 32 рубля 11 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 22 копейки, дороже всего продать за 58 рублей 91 копейку. Россияне заплатили почти 2 триллиона рублей процентов по кредитам, сообщает Центробанк. И это только по итогам 2016-го. В этом году сумма может значительно увеличиться из-за роста активности банков. Реальные расходы россиян сократились в феврале почти на 4%. И все больше наших соотечественников предпочитают хранить деньги дома, а не на счетах в банках, сообщает Центр социологических исследований. Четверть россиян считает, что под матрасом наличным надежнее. А в Самарской области снижается безработица. По информации регионального правительства, сейчас официально без работы чуть больше 22 тысяч человек. Это на 11% меньше, чем в прошлом году. На этом все. Удачи в делах! Далее коротко о других событиях дня. В Самаре на улице Старозагора на дорогу рухнул строительный кран. Часть конструкции упала с полуприцепа МАЗ. Видео происшествия появилось в социальных сетях. В сам момент падения очевидцы не застали, но сообщают, что никто не пострадал. В результате ЧП на Старозагоре образовалась большая пробка. Следователи предполагают, что смерть девочки, которой исполнился месяц, не была криминальной. Гибель малышки считают несчастным случаем. Она могла выпасть из детской коляски. При этом точная причина смерти ребенка еще не установлена. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа девочки с гематомами на голове. Ее отец уверяет, что вышел ненадолго из дома, а вернувшись, обнаружил младенца на полу. Мужчина перенес ребенка в кроватку, а около полуночи он понял, что малышка умерла. Открылся новый авиарейс из Самары в Красноярск. Его запустила авиакомпания «Саратовские авиалинии». Полеты по маршруту «Самара-Красноярск» будут осуществляться 23 апреля по 22 октября 2017 года по воскресеньям. Кроме того, компания будет обслуживать маршрут «Самара-Минеральные воды» на самолете Ан-148 вместимостью 83 места в компоновке эконом-класса. В ряде городов и районов губернии изменился график выплаты пенсий, сообщает Пресс-служба правительства региона. Изменения коснутся жителей Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, а также Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов, получающих пенсии и социальные выплаты через банки. Деньги на их счета будут перечисляться не 14-го числа каждого месяца, как ранее, а на три дня позже, 17-го числа. Пенсионерам, жителям других населенных пунктов области, в том числе Самары, получающим пенсию и выплаты через банки, средства, как и раньше, будут перечисляться 14-го числа. В годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией жители губернии приглашают танцевать севастопольский вальс. Молодежная акция пройдет 18 марта на площади Куйбышева. С часу дня начнут работать танцевальные площадки, где каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах. В 14.00 команда по фитнес-аэробике проведет для всех присутствующих на площади танцевальную зарядку. С видеоприветствием ко всем обратится творческая делегация Крыма. Ответным словом станет послание самарского студенчества. Завершится празднование массовым исполнением всех желающих севастопольского вальса на самой большой площади Европы. Лиричные гусли, заливистые баяны, отточенные танцы и душевное исполнение любимых песен. Все это Волжский народный хор. Коллектив, которому в этом году исполняется 65 лет, готовится к очередному выступлению на сцене Кремля, где пройдет возрожденный фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия». Трансляцию можно будет увидеть 18 марта. А на генеральной репетиции коллектива побывала Марианна Мирная. Ой, полна-полна коробушка, есть и сицы, и парча. Пожалей, душа, зазнобушка молодецкого плеча. Коробейники, эй, ухнем, утес, калинка. В каждое произведение заслуженная артистка России Людмила Дюдяева вкладывает всю душу. Чтобы не растерять зерно, говорит солистка, нужно грамотно распределять энергию. Лично у меня иногда помолчать, иногда поберегу эмоции свои за кулисами. Или там тут, пока перерывчик, помолчу, аккумулируюсь, собираю. А тут уже когда репетиция, тут отдаешь на 150-170%, чтобы на сцене получилось на 100%. Фестиваль государственных академических хоровых и танцевальных коллективов «Танцуй и поймай Россия» впервые возрожден после 40 лет молчания. На сцене Кремлевского дворца выступят 9 коллективов со всей страны. Самарцы в количестве 53 человек представят 5 своих лучших произведений. У нас сейчас позиция четкая, что независимо от размера площадки, от ее значимости, мы работаем, выкладываемся на все 100%. Поэтому для нас это не столь важно. И я думаю, был бы это сольный концерт в Кремле, о котором вы говорите, именно планка, мы бы работали с тем же азартом и усердием, независимо, где бы мы, например, в ДК, в каком-то маленьком городишке. Примечательно, что 2017 год для Волжского народного хора юбилейной коллективу исполняется 65 лет. На их выступлениях выросло не одно поколение самарцев. Все эти годы артисты не изменяют своему уникальному стилю и поддерживают народные традиции. Мариана Мирная, Василий Калдашов, События. Джаз можно извлечь из любого инструмента, говорят музыканты. Главное – понимать его. На городском конкурсе юные скрипачи, пианисты и вокалисты показали свои достижения в области джазового исполнения. Награда победителям – участие во Всероссийском фестивале. 300 участников объединились в своей любви к этому музыкальному жанру. Мариана Мирная продолжит. Неровные ритмы, импровизация и непередаваемая атмосфера духовной свободы. Джаз, зародившийся в африканских племенах, много лет назад стал настолько популярен, что глубоко проник в новый свет и полюбился людьми из разных культур и сфер деятельности. Импульсивный, энергичный, интересный. Ну, отдыхаешь, отдыхаешь на нем. Он заводит, вообще заражает жизнью. Фестиваль «Музыкальный калаш» проходит с 2000 года при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Самары. Юные музыканты в первую очередь должны овладеть основами академического искусства и уже на базе этих знаний учиться импровизировать. Говоря о будущем российского джаза, специалисты уверяют, у нас есть все необходимое, чтобы эти дети стали достойными джазовыми музыкантами. У нас большое количество великолепных джазовых исполнителей в стране. У нас последнее, скажем так, десятилетие уже стало серьезно развиваться и, собственно, процесс профессионального преподавания джаза, поэтому перспективы самые радужные у нас в России. В этом году в городском конкурсе приняли участие 300 человек. После отборочного этапа лучше отправиться на Большой Всероссийский детско-юношеский фестиваль джазового музицирования, который состоится 26 марта. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Оба-на-весна! Озорное название выставки «Картина» актера Театра Самарты Юрия Землякова навеяла сама природа. Свой юбилей Юрий Кузьмич решил отметить очередной, уже третьей персональной выставкой работ. В Доме актера собрались друзья и коллеги, чтобы поздравить юбиляра и познакомиться с новыми картинами. К поздравлениям присоединилась и Марьяна Мирная. Дрожащими руками актер и художник Юрий Земляков развешивает последние картины на своей третьей персональной выставке, которая совпала с 60-летним юбилеем актера. Волнуется, как примет зритель. Яркие, удачно пойманные образы, отражающие характер и настроение, гармонично разместились на стенах фойе в Доме актера. Здесь и хорошо знакомые популярные артисты, трогательные детские портреты, озорные животные, натюрморты. Появилось и новое направление – дикие звери. В прериях все высматриваем, да, вот как взгляд, вот из-за дерева в прериях, вот и оттуда смотрим на них, они на нас. Нет, конечно, приходится много материала пересмотреть, в интернете смотреть картинки, вообще наблюдать. Какие-то действительно, в общем-то, ну, такой возможности особой нет, ну, что-то увидишь, сам сфотографируешь, вот, каких-то домашних животных, там, в городе где-то что-то. А уже вот это тоже привлекает, тоже волки очень интересные, вот как они, как у них внутри вот это вот построение, иерархии. А вот этот хомячок случайно дал выставке название «Обана! Весна!». И действительно, весенних мотивов в экспозиции немало. С мартовским настроением на выставку пришли и гости. Галина и Олег Беловы приятно удивились, среди детской серии обнаружив портрет своей дочери Лизы. Он молодец, он выбирает, так точно. Он вот мой портрет нарисовал, я так любил эту фотографию. Эту фотографию у нас Сухов, Володя, это был Новый год, и мы с ней были здесь в Новом году, и он нас поймал вот в доме актера, прямо в углу. Есть фотография, где мы с ней. И вот как раз это оттуда фотография. Поздравления и восторги от друзей и коллег по цеху приятны, но сюрприз от внука Макара, который боготворит дедушкино творчество, стал настоящим откровением для Юрия Кузьмича. Летчик или балерина, или колька твой сосед, то подобная картина называется портрет. Ой, молодец! Не дай мне тебе! Молодец! Молодец! Актер, отец, дедушка, муж, а теперь все больше художник Юрий Земляков совершенствует технику, обращаясь к старым мастерам. Пишет теперь многослойные картины и размышляет над новыми образами для новой выставки. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События. Японская борьба с латиноамериканским колоритом. Бразильское джиу-джитсу теперь представлено и в Самаре. Древнее восточное боевое искусство, дополненное последователями на Западе, учит побеждать благодаря мягкой податливой технике боя, в которой главный интеллект и дружелюбное отношение к противнику. Олег Зверев пообщался и с именитыми спортсменами, и с новичками. Даже в проигрышном положении мастер поединка умело обводит соперника вокруг пальца и в итоге становится победителем. Такова тактика японской борьбы джиу-джитсу. Это восточный аналог русского самбо. А здесь, на татаме, бразильская разновидность этой борьбы. Мастер-класс дает обладатель синего пояса второй степени, спортсмен с мировым именем Леонид Хапчик. По его словам, латиноамериканские последователи японского боевого искусства сделали его более ярким и дружелюбным. В латинской Америке темперамент, краски, живость, все это присутствует в бразильском джиу-джитсу. То есть больше динамики, больше позитива на тренировках именно. То есть нет такого фанатизма в отношении дисциплины. Все более демократично. В России бразильское джиу-джитсу делает лишь первые шаги. И вот школа этого вида спорта начинает работать в Самаре. В городе около 50 его последователей. На тренировку пришло и много новичков. Ирина Акимова решила заняться по совету друзей. Навыки борьбы помогают и в жизни чувствовать себя более уверенно, выбирать нужную тактику и в итоге побеждать в любом деле. Это философия людей, которые при любом весе, при любой комплекции могут постоять за себя. И еще одно сравнение, которое мне нравится в плане бразильского джиу-джитсу, когда говорят, что это шахматы в борьбе. Популярность бразильского джиу-джитсу растет как снежный ком. Российские спортсмены уже выступают на профессиональных мировых турнирах. А тем временем Международная федерация этого вида спорта ставит вопрос о включении борьбы в олимпийскую семью. Специалист по джиу-джитсу традиционно использует инерцию своего соперника для того, чтобы его победить. То есть здесь действует принцип поддаться, чтобы победить в конце концов. А наивысшее мастерство в джиу-джитсу побеждать интеллектуально, без злости к противнику, уверенно и с улыбкой. Олег Зверев, Станислав Левин. События. Самарским баскетболисткам катастрофически не везет в последних матчах регулярного сезона Суперлиги. Новости спорта продолжит эфир. Самарский политех споткнулся на финишной прямой в женской баскетбольной суперлиге на родном паркете. Дважды ему поставила подножку команда из Ростова. Первым матчем главный тренер СМГТУ остался, мягко говоря, недоволен. Поражение 58-64. С такой игрой в плей-офф делать нечего, прокомментировал ситуацию Александр Гаршин. Не получилось организовать матч-реванш самарским баскетболисткам и на следующий вечер. После четырех четвертей табло зафиксировало счет 71-78. Не в пользу политеха. Не помогли одержать победу и точные броски лидеров команды Ольги Овчаренко и Полины Завьяловой. На двоих они заработали всего лишь 32 очка. За два тура до окончания регулярного сезона Курская «Динамо» становится чемпионом страны. Оно опережает ближайшего соперника на 17 очков. После двойного домашнего фиаско политех опустился на четвертое место, уступая третье омскому нефтянику. Ростов напротив поднялся на вторую строчку турнирной таблицы баскетбольной суперлиги. Четвертая игра у нас на выезде. У Самары хоть и дома, но все равно четвертая игра. Поэтому тяжелая игра была. Очень много было контакта, потому что никто не хотел никому уступать. Сейчас вроде нашли свою игру. Я надеюсь, что хороший будет настрой. Не то, что будет, но будет хороший настрой на плывов. Последние игры регулярного сезона политех проведет в Самаре. Матчи состоятся через неделю 20 и 21 марта в 6 часов вечера. Соперник Спарта из Видного Московской области. Затем стартуют матчи плей-офф. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Наш выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова